Усиленные наряды полиции дежурят в центре Еревана, где в ходе массовых беспорядков протестующие пытались прорвать оцепление у здания полка ППС, захваченного вооруженной группой. Столкновения продолжались до поздней ночи. На улицах звучали выстрелы, взрывали светошумовые гранаты. 165 человек были задержаны, десятки обратились за медицинской помощью. Подробности у Римма Берлава. Светошумовые гранаты и дымовые шашки полиция применила, когда толпа демонстрантов попыталась штурмовать полицейский кордон. Нескольким сотням протестующих удалось прорваться за оцепление. Начались ожесточенные столкновения, стрельба. Стражей порядка полетели камни. Все началось с перестрелки до территории части, где уже две недели держит оборону вооруженная оппозиционная группировка. На митинге в их поддержку кто-то крикнул, что начался штурм здания. Толпа двинулась с площади свободы к месту захвата окольными путями. Некоторые лица распространяют дезинформацию о том, что на территории части патрульно-постовой службы осуществлена спецоперация. На самом деле группа лиц пыталась проникнуть на охраняемую территорию. На данный момент никакие действия полиции не проводятся. Мы призываем граждан воздерживаться от противоправных и провокационных действий. В результате столкновений пострадали 60 человек. Они доставлены в больницы с осколочными ранениями и ожогами. Полиция задержала более стад демонстрантов. Пострадали также сотрудники СМИ. Были избиты местные съемочные группы, которые транслировали происходящее в прямом эфире. И оператор российского телеканала «Лайф». Он получил тяжелые ранения. Полиция Армении обещает расследовать эти инциденты. Но сначала людей долго пытались успокоить. К демонстрантам вышел полковник Валерий Осипян, который целую неделю был в плену вооруженной группировки. И сразу после освобождения вернулся к службе. Уважаемые граждане, ваше собрание незаконно. Прошу вас, отойдите назад. Вызовите скорую. Женщине стало плохо. Несмотря на запрет, люди собрались и у отцепления. Здесь несколько сотен человек. Полиция просит их разойтись. В район беспорядков были отправлены усиленные наряды полиции и военных. Однако толпа встала на пути спецтехники. Протестующие не пропускали стражи порядка к захваченному зданию. Стоять! Не пущу! Народ, идите сюда. Их нельзя пропускать. Они стреляют в наших. Мы должны им помочь. Пострадавшие есть и в результате той самой перестрелки, которая спровоцировала беспорядки. По информации пресс-службы МВД Армении, захватчики открыли огонь. После того, как стражи порядка начали стрелять в ответ, был ранен один из членов группиров. От госпитализации он отказался. Судя по всему, первую помощь ему оказали заложники. Трое медиков были взяты в плен два дня назад. Позже сотрудники правоохранительных органов ранили еще двоих налетчиков. Пострадал и один полицейский. Их доставили в больницу. Служба национальной безопасности Армении на днях предъявила вооруженной группировке ультиматум. Потребовала освободить заложников, сложить оружие и сдаться. Реакция не последовала. Более того, оппозиционеры продолжают настаивать на своих условиях. Среди основных освобождение из-под ареста лидера группировки Жирайра Сафеляна, осужденного месяц назад за незаконное приобретение и хранение оружия. Также захватчики хотят, чтобы к ним прибыли хирурги и провели операции раненым. На территории части круглосуточно дежурила скорая помощь. Но власти на это не идут. Опасаются захвата новых заложников. Римма Берулава, Екатерина Колоницкая, Первый канал, Армения, Ереван.